МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Семья из девяти человек живет на доход в 40 тысяч тенге. Мать-героиня не может оформить пособие. Когда мы жили в ауле, получали на каждого ребенка по 2,5 тысяч. Переехали сюда, нам перестали платить пособие. Сказали, у вас хороший доход. Как прожить на 40 тысяч тенге? Две главные премии, сертификаты по 500 тысяч тенге в номинации за верность профессии. Акимобласти вручил заместителю директора библиотеки имени Николая Васильевича Гоголя, Валентине Пак и директору областного научно-методического центра досуга и народного творчества Когизе Садвакасовой. 117 человек и 8 тракторов задействованы в посадке деревьев на землях Государственного лесного фонда. 228 гектаров будут засеяны саженцами. Обо всем более подробно. Четыре года многодетная мать, воспитывающая семерых детей, не может оформить пособие для несовершеннолетних детей и адресную социальную помощь. Кузепа Мине попрощалась во все инстанции, но ответ властей обескураживает. Ваш доход превышает прожиточный минимум. Чиновники считают, что семья живет в достатке. Так ли это на самом деле, выясняли наши корреспонденты. Мой муж получает на руки 26 тысяч тенге. Плюс стипендия ребенка и льгота. Как на такие деньги мы, 9 человек, можем жить в достатке? Семья Кульзипы Минеп живет в двухкомнатном домике в Михайловке. Тесные комнатушки для семи детей Кульзипы выполняют множество функций. Здесь малыши кушают, играют, делают уроки и спят. Самый старший ребенок студент, а самому младшему едва перевалило за годик. Мать-героиня в недоумении. Почему-то, когда они жили в селе, их доход считался мизерным. А с переездом в город, где каждый шаг – деньги. Семья из 9 человек перестала получать пособия и адресную помощь. При этом они едва сводят концы с концами на 40 тысяч тенге. Нам говорят, ваш доход превышает прожиточный минимум. И даже не объясняют, как они считают. Муж зарабатывает мало, я не работаю. В отделе соцзащиты пояснили, глава семейства работает в двух местах. По крайней мере, этот факт подтверждается справкой из ЕНПФ, куда начисляются двойные пенсионные отчисления. В связи с этим его доход и посчитали приличным. Однако семья может оспорить данный факт. Данная гражданка скрыла еще факт его работы именно в школе, где он работает по сегодняшний день слесарем. В связи с чем при начислении пособия до 18 лет ей было отказано в связи с превышением среднедушевого дохода семьи. Для назначения пособия, по словам специалистов, необходимо, чтобы подышевой доход семьи не превышал 11 тысяч тенге. А у данной семьи доход на каждого человека составляет 17 тысяч тенге. Кульзипа объясняет это банальной ошибкой, ведь супруг таких денег в дом не приносит. Теперь у них есть возможность подать заявку на получение социальной помощи в июне. А имам Рина Улжац Габасов Александр Цирикидзе, первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков вручил премии лучшим работникам культуры и искусства. Торжественное награждение состоялось в стенах Дворца культуры горняков. Кто получил награды и в каких номинациях в следующем материале. Вручение ежегодной премии Акима Карагандинской области наиболее отличившимся работникам этой сферы состоялось в канун Дня работников культуры и искусства. Церемонию награждения открыл глава региона Нурмухамбет Абдибеков. Он поздравил участников с их профессиональным праздником. Без созидательного труда артистов, музыкантов, библиотекарей, работников клубов, музеев, педагогов школ искусств невозможно развитие нашего общества, его социальное благополучие. Ведь во все времена могущество государства определяется не только темпами экономического развития, но и богатством духовно-нравственных традиций, высоким уровнем культурного и творческого потенциала. Также Аким области напомнил, что глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в послании народу Казахстана «Стратегия 2050. Новый политический курс состоявшегося государства» особо подчеркивает необходимость оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем их многообразии и величии. «Собирать по крупицам наше культурное достояние». Затем состоялось вручение премии работникам культуры и искусства. Артист года – Бойко Александр Павлович. Из 118 претендентов конкурсная комиссия отобрала лучших из лучших, которые и стали лауреатами премии и получили денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге. Всего было представлено 20 номинаций. Артист года, артистка года, лучшая эпизодическая роль, театральный режиссер года, вокалист года эстрадного жанра, вокалист года классического жанра, инструменталисты года, солист-инструменталист, лучший исполнитель народной песни, дирижер года, хореограф года, лучший артист балета и хореографического коллектива, лучший руководитель самодеятельного коллектива, Лучший организатор досуга, лучший работник культуры села, лучший библиотекарь села, лучший библиотекарь. Музейный работник года, золотая строка, лучший художник года. Десять лет назад я получила премию «Лучший танцор, а сегодня лучший хореограф». Для меня это так волнительно и очень приятно, что мои труды были замечены. Это вдохновляет и дает силы трудиться еще больше. И я дальше буду продолжать учить своих учеников всему тому, что и сама умею. А две главные премии сертификаты по 500 тысяч тенге в номинации «За верность профессии» Аким области вручил заместителю директора библиотеки имени Николая Васильевича Гоголя Валентине Пак и директору областного научно-методического центра досуга и народного творчества Кагизес Адвакасовой. В завершении Нурмухамбет Абдибеков пожелал всем еще большего развития, новых возможностей для культурного диалога. Екатерина Афанасьева, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Нужно уделять особое внимание подрастающему поколению. Этим занимаются работники культуры и искусства нашего города, за что лучшие из них были награждены сертификатами и денежными премиями. Подробности далее. Премии работникам культуры и искусства вручал Аким города Караганда Нурлан Аубакиров. Всего было выделено 7 номинаций. За каждую лучшие работники награждались премией в размере 100 тысяч тенге. Сертификаты были вручены за верность профессии вокалистам, хореографам, руководителям самодеятельного коллектива, инструктору детско-подросткового клуба, библиотекарю и организатору досуга. Третий год мы отмечаем этот праздник как дань прежде всего глубокого уважения к работникам культуры и искусства. Это заслуженная оценка вклада замечательных людей в сохранение и приумножение духовного богатства нашего народа, нашего государства. Айжан Шакенова признательна за высокую оценку своего труда. Женщина была награждена сертификатом «Лучший организатор досуга». Она отмечает, что это не только ее труд, но труд огромной команды, которая состоит из 26 творческих коллективов, которые занимаются одним большим и важным делом. Замечательная профессия работник культуры. Несет людям радость, добро. Воспитанием подрастающего поколения занимаются тоже работники культуры. Они вносят огромный вклад в патриотическое воспитание. Приоритетными направлениями в деятельности наших культурно-досуговых организаций должны стать вопросы нравственности и патриотизма. Это такие краеугольные камни развития государства, при отсутствии которых оно превращается в общество людей, занятых только общей экономикой. Кризис экономический – ничто в сравнении с нравственным кризисом, заметил Нурлан Аубакиров. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует Высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Тройное ДТП произошло из-за выскочившей на красный свет светофора спецавтомашины полицейских на пересечении улиц Кривогуза и Сифулина. Аварию запечатлила камера уличного наблюдения. На кадрах заметно, как для транспорта, поворачивающего на улицу Кривогуза, загорелся зеленый. Первым повернул пассажирский автобус. За ним ехали несколько легковых автомашин. Внезапно серой иномарки пришлось резко затормозить, так как на красный выскочила полицейская машина. Патрульные неслись без включенных проблесковых маячков. Спецавтомашина еле как избежала столкновения с автобусом, а затем продолжила движение на красный. В багажник серой легковушки врезалась другая, не успевшая затормозить машина. В результате подцепной реакции произошло тройное столкновение. Стоит отметить, что патрульная машина не остановилась после аварии, а продолжила ехать вперед. В ДВД области изучают данное видео. Данное видео изучено. В отношении полицейского водителя составлены два административного протокола. На запрещающий сигнал и создание аварийной ситуации. В Караганде осуждена очередная сутенерша. За пять лет условного срока получила 24-летняя карагандинка за отправку девушек в сексуальное рабство в Объединенные Арабские Эмираты. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимая открыто вербовала девушек для занятия проституцией. Вербовкой и отправкой девушек за границу подсудимая занималась не одна. Ей помогала сестра, которая находилась в Бахрейне и оказывала там интимные услуги. Своих жертв девушки выбирали на сайте с объявлениями по оказанию интим услуг. Они находили номера жертв и приглашали на встречу. Вскоре в поле их зрения попала молодая девушка под псевдонимом Алина, которая затем и сдала правоохранительным органам своих вербовщиц. Изначально Алину заинтересовала высокооплачиваемая работа за границей. При встрече подсудимая сразу рассказала, чем конкретно девушке придется заниматься. Подсудимая не скрывала, что работа заключается в оказании платных интимных услуг в Бахрейне. Сумма заработанных денег будет зависеть от количества клиентов. Также девушки поведали о расценках на оказываемые услуги, предъявили требования к ее внешности и необходимости окрашивания волос в светлый цвет, ухода за собой, маникюра, наращивания ресниц и так далее. Вскоре Алина написала заявление на свою вербовщицу в полицию. Последние предложили ей доиграть свою роль и помочь задержать подозреваемую с поличным. Девушка согласилась и начала собирать документы для мнимой загранпоездки. 14 октября девушек задержали при посадке на самолет в аэропорту Астаны. У них были изъяты два электронных билета. Против одной из вербовщиц была выдвинута статья о торговле людьми. Дело второй вербовщицы еще не поступило в суд. В Караганде началось озеленение по программе развития Карагандинской области. Перед работниками коммунального государственного учреждения Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира стоит непростая задача – за 15 дней посадить определенное количество саженцев. 228 гектаров будут засеяны молодыми саженцами. Где они будут посажены и сколько человек задействовано, расскажет Екатерина Афанасьева. В посадке деревьев на землях Государственного лесного фонда задействовано 117 человек и 8 тракторов. Посадка осуществляется силами работников коммунального государственного учреждения Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира. А базисный материал, то есть саженцы, были выращены в лесном питомнике, который находится в Новодолинке. Посадка осуществляется согласно проекту разработанного. В этом проекте предусмотрено на 1 гектар площади. Надо высадить 3334 штук сеянцев лиственных пород. К лиственным породам у нас относится клен, вяз, который выращивается своими силами. После посадки данным учреждением будет проводиться механизированный уход. Все саженцы будут осматриваться по мере возрастания. В скором времени эти земли будут переведены в лесопокрытую площадь. Нормативная проживаемость деревьев составляет не менее 60%. На сегодняшний день вокруг Караганды находится в нашем учреждении 5000 гектаров вокруг Караганды. Из них 1600 только лесопокрытые, остальное не покрытые. Посадка была осуществлена на трех участках. Два из них находятся на Федоровке, а третий в районе Дубовки. Екатерина Афанасьева, Жаксылык-Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый Карагандинский. К другим новостям. Сезон выпускных вечеров открыт. Первыми попрощались с школьными партами кадеты школы номер 91. В этом году из стен учебного заведения 26 выпускников отправятся во взрослую жизнь. О настроении выпускников кадетов и какие планы у них на будущее узнавала Аима Амрина. Дисциплина и обучение именно в кадетском классе влияют на школьников очень положительно. В выпускнике этих классов победители ежегодных конкурсов, таких как Улан, Щит и Юный Спасатель. Артем Луференко закончил девятый класс. Пока с профессией точно не определился, но в планах юноша связывает свое будущее со службой в органах. Кадетский класс дал ему стимул к учебе и хорошую мотивацию для усиленных физических тренировок. Ведется набор шестого класса. Наш класс отличается выдержкой, подготовкой. Мы занимаемся спортом, дополнительные занятия, английский, математика. Отдельно у нас идет усилие на физическую подготовку. Впервые кадетский класс в 91-й школе был открыт в 2011 году. Изначально это был всего один класс, сейчас их целых четыре. В них обучаются 75 учеников. Первые выпускники покинули стены родной школы в 2015 году. Среди них обладатели четырех грантов. Ну и достижений хочется добавить, что и достижений у нас очень много. Не только в 9-м выпускном классе, но и во всех кадетских классах, начиная с 6-го класса. Достижений не только спортивного плана, но и в учебном плане. Если промониторить вообще учебную деятельность, можно сказать, в сравнении с 2011 годом в кадетских классах, качество знаний возросло на несколько процентов. Кадет в переводе с французского языка означает «младший малый воин». Так называли определяющихся на военную службу молодых дворян до производства их в офицерский чин. Новая волна по зарождению кадетских корпусов в Казахстане началась в 2000-х годах. Педагоги считают, что у обучающихся кадетов выявляется четкая гражданская позиция, улучшается успеваемость, формируются нравственные основы. Кадеты чтят кадетское братство, уважают родителей, учителей, готовы стать защитниками Родины. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинские теннисистки доказали, что они сильнейшие в Казахстане. В выходные завершился чемпионат Республики Казахстан в личном и командном первенстве по настольному теннису. Среди женщин золотые медали чемпионов достались хозяйкам турнира. Итого у наших команд три золота, три серебра и одна бронза. Команда в составе Натальи Сладкова, Юли Гац, Юли Рябовой, Зауре Шакашевой и Маргариты Харечко выиграла чемпионат Казахстана по настольному теннису в командном зачете. Подтвердили звание сильнейших в стране Натальи Сладкова и Юли Гац, заняв первое и второе места в личных соревнованиях. В женских парных зачетах карагандинки заняли второе и третье места. У мужчин наивысший результат у Эрика Райтера. Сейчас серебро в личном первенстве и в мужских двойках. Еще одна золотая медаль карагандинцев у Юли Рябовой в финальном миксе. В первенстве участвовали 13 команд из разных уголков страны. Карагандинская область успешно выступила на этих соревнованиях. Завоевала три золотые медали, три серебряные и одну бронзу. Соревнования являются отбором национальную сборную Республики Казахстана. И последнее на сегодня. В Караганде пройдет фестиваль казахского народного кюя. Фестиваль стартует 24 мая в рамках акции проекта «Жастаро Танга». Цель фестиваля – пропаганда бесценного наследия казахского народа, творчество, исполнение кюев и пробуждение казахстанского патриотизма среди молодежи. Мероприятие пройдет в Красном зале в здании карагандинского филиала партии «Нур-Отан» в 16 часов 30 минут. Вход свободный. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. С вами был Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok